Прошу рассаживаться. Мы начинаем. И спасибо всем участникам форума, спасибо всем вам за эти прекрасные два интенсивные работы. Сегодня представлено огромное количество интересных проектов. Пару часов назад объявили конкурсы малых, итоги конкурсов малых городов и исторических поселений. Я поздравляю всех победителей. И я рад, что мне выпала возможность поучаствовать в этом форуме, вести эту сессию вместе с интереснейшими спикерами и профессионалами своего дела. И поэтому я хотел бы пригласить на сцену генерального директора корпорации развития Дом РФ Виталия Леонтьевича Мутко. Вот ваше место. Заместитель губернатора Нижегородской области Сергея Эдуардовича Морозова. Я надеюсь, что к нам по итогам присоединится во время работы губернатора Нижегородской области Глеб Сергеевич Никитин. Архитектурного критика и одного из ведущих архитектурных идеологов страны Григория Исаковича Ревзина. Очень знаменательно, что пятый юбилейный Всероссийский форум о жилье и городской среде проходит в Нижнем Новгороде. В год его 800-летия я уверен, что каждый из вас посмотрел те изменения, которые происходят, которые созданы к юбилею. И видно, как среда меняет и отношение людей к своему городу, отношение туристов к своему городу, как появляются новые городские культуры, практики. И, предположим, какими новыми красками и новыми смыслами заиграла и Нижняя Волжская набережная города Нижнего Новгорода, и Верхняя Волжская набережная. Сегодня наша дискуссия и наш разговор – это будет разговор о водных ресурсах страны. Доступная вода в городах – это открытая непрерывная череда берегов рек, чистые городские ручьи, водоемы. Это значительно повышает комфорт городских пространств и качество жизни. Об этой работе в течение двух дней говорили спикеры в форуме. В частности, на примере Нижегородской области, Иркутской, Тюменской области мы увидели, что вода играет ключевую роль в развитии туристического потенциала регионов. Спикеры из Томска, Самары, Ижевска поделились своими вдохновляющими историями именно низовых инициатив в создании привлекательных современных набережных. На примере европейского опыта Гамбурга, Роттердама, Вены и Санкт-Петербурга мы видели, каким могут быть редевелопмент портов, аэродромов и промышленных территорий вдоль рек. Например, современные инвестиции в жилье в порту Роттердама позволили перезапустить весь город. Мы очень верим, что те проекты, которые будут реализовываться в Санкт-Петербурге, тоже дадут новое развитие этому историческому городу. Я хотел бы, коллеги, сразу прийти к вопросам-экспертам, и вопрос у нас будет первый, он общий, и он будет напрямую касаться изменений климата и современной адаптации городов к этому процессу. По-моему, на мой взгляд, это самый актуальный вопрос нынешнего времени и нынешнего контекста форума. В 2019 году наша сторона столкнулась с разрушительным наводнением в Иркутской области, в городе Тулуне. Вы, Витальевич, тогда в должности вице-премьера лично курировали и жили в этом регионе, курировали все работы, связанные с восстановлением региона. Также в этом году произошли крупнейшие наводнения Германии, Бельгии, Китая. В этом году жара по всему миру побила все рекорды, и специалисты по климату посчитали, что пиковые точки экстремальной жары уже возросли в три раза во всем мире, а к 2034 году вырастут в девять раз больше по сравнению, чем аномальная жара этого года. И поэтому я хотел бы задать следующий вопрос. Можно ли говорить о том, что новым вызовом к устойчивому развитию становятся катаклизмы? Поэтому мы и хотим обсудить сегодня, как должна измениться работа урбанистов, архитекторов, городских управленцев, чтобы изменения были частью плана, а не реакцией на катаклизмы природы и экстренной ситуации. Какие подходы, инструменты мы должны интегрировать в свою деятельность, начиная от городских служащих, чиновников до архитекторов, планировщиков и урбанистов? Виталий Иванович, начните с этого вопроса сами. Я хотел вам напомнить, что Нижний Новгород уж точно вам не чужой город. Первый раз вы сюда приехали в 2008 году, тоже в августе, открывать футбольный стадион, презентовать главного тренера сборной. Потом я знаю, что вы много раз приезжали, когда создавалась футбольно-спортивная инструктура города, которая максимально изменила мой любимый город. Кто не знает, я прожил в Нижнем Новгороде 25 лет. И я вижу, что это совершенно другой город стал. И как вот эти большие проекты, большие спортивные, большие содержательные проекты поменяли не только архитектуру и вид города, но и сознание людей. Сергей Иванович, вы завернули от катаклизмов большим спортивным событием. Во-первых, я хотел вас еще раз всех поприветствовать. Здесь самые надежные остались. И спасибо вам большое, что вы еще на закрытии присутствуете. Ну, мне сложно там комментировать, что касается катаклизмов. Надо, чтобы ученые все предвидели. Но я точно могу сказать, что есть возможность многие вещи, конечно, предвидеть. Вы знаете, как у нас происходит? Прошло какое-то наводнение. Наш цикл законодательства так гласит. Есть там 100-летний цикл, 10-летний цикл. Мы сегодня представителям правительства как раз презентовали проект Ангарска. Как бы мы видели Ангарск с точки зрения пространственного развития. И вот когда даже прошло какое-то наводнение, год-другой проходит, люди опять восстанавливают жилье и инфраструктуру на том месте, где все было затоплено. Понимаете? То есть мы никаких выводов не делаем. Или у нас мы разрушаем какую-то систему контроля за, я не знаю, погодными условиями, пожарными вещами, а потом героически тратим огромные деньги, чтобы там все это дело гасить и прочее. Поэтому, конечно, прежде всего надо смотреть на развитие регионов, городов с точки зрения предполагаемых вопросов. Если это сейсмичность, то это сейсмика. Прогнозировать, как это будет дальше развиваться, потому что сегодня это мерзлота, завтра это совершенно другие условия. И поэтому, если здесь наводнение, то делать зоны... А у нас оказалось, вот я когда занимался, у нас оказалось невыполненные там указы, там, восьмого года по определению в каждом субъекте Российской Федерации зон подтопления. Их просто нет. И первое, с чего я начал, Тулун, это 130 населенных пунктов, 130 муниципалитетов, и ни у кого нет зон подтопления от старых еще наводнений. Люди мне рассказывали, а у нас вода там в таком-то 50-м году здесь была и прочее. И в этом мы, конечно, первые. Я собрал всех ученых, собрал экологов, собрал наши органы, Росвод, там их очень много. И начал спрашивать, а вы когда последний раз это все корректировали? Дайте мне современную, и вынесем решение. А для того, чтобы выносить решение, Росводхоз должен выдать приказ сказать, это зона подтопления, и на карту должно наноситься. И эти зоны подтопления запрещено для строительства. И вот мы сегодня в Ангарске сказали, это зона подтопления, вот этот пятак. Давайте ее сделаем в общественной зоне, с учетом того, что раз в лет 10 лет может быть вот по прогнозам такое наводнение. Поднимем. А если в Тулуне автомобильная трасса идет, значит, федеральная, и она через мост, и маленький мост, и там раз в 10 лет, и потом этот транспорт останавливается, потому что неделю там вода заливает, так что стоит поднять немножко эту дорогу? Поэтому, конечно, прогнозируя, развивая города, надо базироваться, и в том числе на всех последних исследованиях, и делать это. И второе, конечно, не урбанизировать, не застраивать то, что сегодня, ну, попало, в зоны подтопления, в зоны сейсмичности, вот чтобы потом колоссальные ресурсы. А мы ушли оттуда, я приезжаю через неделю, там бывал неделю, место, где, значит, мы расчистили зону подтопления, а там уже восстанавливает один, там, крутой, естественно, там, местный торговец, он уже этот дом восстанавливает. Люди мне говорят, а почему он восстанавливает? А у него друзья в администрации там города, он там себе восстанавливает. Люди ездят, это не видят. А мы ему компенсацию выдали за дом. Поэтому, конечно же, сегодня нужно смотреть. Вот я вам честно скажу, вот я когда приехал на один раз школа, там этот микрорайон железнодорожный, там школа, образовательная школа, руками, людьми сделана. Люди ходили десятилетиями, детишки, там, сколько поколений в школу. И мы дали деньги на ее восстановление. И вы помните, вторая волна. И там через полмесяца еще одно наводнение. Я захожу, там на первом этаже опять стоит вода. И люди уже вложили деньги, сделали полы и прочее. И я на второй этаж поднялся, вот так посмотрел, там все в воде. И, конечно, директор, все стоят, чтобы я только не сказал, что эту школу мы больше не будем восстанавливать. Я сказал, мы эту школу больше не будем восстанавливать. И эту всю зону попросил и сделали ее, внесли в зону подтопления. Я сказал, мы вам построим новую школу. Новую. С вашим номером мы ее сохраним. С вашим педагогическим коллективом. Пока будете учиться в другой, в третью смену будете учиться. Ну, потерпите год. Мы за год построим. И Роснефть построила на 1500 школу, суперсовременнейшую школу, которые, конечно, там плакали на 1 сентября все. Там, значит, все, что только есть от бассейна, да, извините, Wi-Fi там и современных классов обучения, все сделали. И это же номер школы туда переехали. Но мы выбрали новый микрорайон угольщиков, сделали там березовую рощу, здесь индивидуальное жилье, стандарт комплексного освоения, школа, опорный пункт, парикмахерская, все сделали. Слушайте, ну, но вместе с тем многие люди уехали. А уехали, потому что нет экономики, негде работать. И это тоже большущая проблема. Поэтому, конечно же, катаклизмы надо предугадывать. Для этого ученые восстанавливают, пусть учают, предлагают. И, конечно, те структуры, которые занимаются за контролем, не ах, разлила, видите, значит, нефть вытекла, и начинаем потом разбираться. Никто ничего не контролирует. Понимаете? Вот в этом плане, конечно, нужно делать. Ну и что касается уже вот там больших форумов событий. Конечно же, я вам скажу так, что, конечно, события. Вот мы сейчас находимся в этом городе. Вот я на стрелке здесь был. Конечно, нужны событийные вещи приводить в город. А чтобы приводить в город событийные вещи, значит, нужен зал. А зал нужен с таким звуком, с таким светом. То есть мы должны, чтобы все это... И просто закончим, знаете, чем? Я лет там, наверное, 10, может быть, назад или 8, как-то в Коврово, еще работал министром спорта, мы в Коврово построили ледовую арену небольшую. Я, значит, попросил Владислава Третьяка. Я говорю, Владислав, давай привезем олимпийский. Мы сделали команду, олимпийские чемпионки, хоккеисты приехали туда. И на открытие команда. И команда мужики собрались, которые играют любители. И стояли там с такими там ноги и животами. И мы там приветствуем. Я подхожу, в одном он мне говорит. Вот если бы это лет 20 назад, может быть, я бы с той стороны смотрел. Стоял, понимаете? Глубокий смысл в этом. Жить надо сейчас. И мы должны делать все, чтобы, конечно, условия были жизни везде. Такие и в Тулуне там, и в Ангарске. И это нужно делать. И сейчас в федеральные возможности... Сейчас столько встреч по инфраструктуре, Сергей Сидит, замминистра, зампредседателя правительства за стройку, за экономику. Вот они сделали, видите, за полтора года колоссальнейшую работу. Просто все кипит. Я сегодня в Кремле побывал, походил, посмотрел. А я приехал, полстены нет. Здесь не пройти. Везде эти административные здания. Вот эти все желтые административные здания. Давайте, говорю, отсюда вынесем. И все это дадим людям. Как они вмонтировали? Здесь и детская площадочка. Здесь и то. И это, конечно, совершенно другое. Но абсолютно был потрясен, когда у них 3000 вышли и замкнули кольцо по Кремлю. Взяли с руки за руки. Я говорю, это нужно показывали, чтобы все федеральные каналы. И это, конечно, поднимает гордость. Поэтому еще раз скажу, что это, конечно, такая большая тема. Но и непростая, с одной стороны. Но ей приятно заниматься, потому что она людьми востребована. Вчера вот в Швейцарии в парке был. Там ходили люди, ну что сделать. Я смотрю, там тарзанка эта, там очередь стоит. Я вот Денису Сергеевичу говорю, давай подарим еще одну тарзанку в этот парк. Потому что люди хотят. Так что всем нам удачи на этом пути. Спасибо, Виталий Иванович. Григорий Иванович, а как вам кажется, развитием городов сейчас управляют катаклизмы, экологические вызовы? Или все равно только системный план развития на многие года способен обезопасить города от вызовов будущего? Ну, смотрите, Сергей Александрович, значит, это вопрос, как бы, ну, где управляют и в какой, так сказать, области. Потому что, ну, скажем так, на уровне теории урбанистики, да, на уровне, ну, как бы, нашего урбанистического знания. Мы довольно давно, ну, приблизительно с 80-х годов планируем город от угроз. Да, и это абсолютно стандартный подход в любой теоретической книжке, я не знаю, там, Тауссен, там, Аткинсон. Ну, когда вы начинаете смотреть, как нужно делать город, определите угрозы развития. Угрозы меняются в зависимости от мод. У нас были экономические угрозы, главное, потом социальные угрозы, потом экологические угрозы. В настоящий момент экологические и климатические. Ну, климат, собственно, изменения климата являются главными. Это такой тоже стандартный подход. Значит, то есть, в уровне урбанистического знания тут нет вопроса. Мы планируем город, исходя из тех, предотвращения тех угроз, которые должны возникнуть. На уровне, ну, как бы, общественного идеала, я бы сказал, что на сегодняшний день, вот, если нам отвечать, так сказать, город будущего, какой России хотелось бы иметь город будущего, с которым бы все согласились. Вы знаете, мне кажется, идеал сегодня, он не совсем мой идеал, но, тем не менее, это город безопасности. Это город, в котором мы максимально гражданам даем, ну, так сказать, избавляем их от всех возможных угроз. И, конечно, климатические угрозы, угрозы катаклизмов, ну, что тут скажешь, у нас 300 городов России, в них наводнения. Огромное число, да, уча народу погибает вообще, прям много там в мире за 20 лет 250 тысяч утонуло в этих городских наводнениях. Кошмар какой-то. То есть, тут общественный идеал совершенно очевидный. Вот, да, мы хотели бы, так сказать, нас бы сразу поняли, если бы сказали, мы планируем город, так сказать, избавляясь от угроз. На уровне, ну, скажем, законодательства, инструкций, документов того, как мы должны планировать город, какие разделы должны были в генплане, как мы должны заказывать, так сказать, эту работу, на что смотреть. На сегодняшний день у нас действуют другие стандарты. Мы смотрим на стандарт развития по демографии, по рабочим местам, по доходам, то есть по стандартам прогресса, развития. Да, они, сначала давайте определим, вот у нас угрозы городу, не знаю, Нижнему Новгороду или там любому, да, вот у нас способы борьбы с ними, вот это надо сделать. Да, ну вот, это другая идеология, так сказать, построения программ развития и на сегодняшний день в рутину, а это очень важно, в бюрократическую рутину государственного делопроизводства. Она пока не произведена. Вот такая ситуация. Спасибо большое. Вы говорили про программы развития, которые могут быть и спорты, и юбилейные даты, но я знаю, что вы открываете новый банковский продукт, а именно это инфраструктурные облигации, и Нижегородская область сейчас будет являться пилотной территорией для внедрения этого механизма. Расскажите, как этот именно финансовый инструмент повлияет на среду для жизни, и в частности, что планируется его реализовывать в регионах, и что планируется реализовывать в Нижегородской области. Сергей Едуардович, я был благодарен, если бы вы добавили, как снизу, как получатель этих облигаций, как регион, как вы видите этот продукт. В целом, я вот как раз с экспертным мнением здесь согласен, что мы порой, да, мы, да, и вся концепция развития, пространственное развитие страны, она как раз идет сейчас приоритет агломерации 75% там, там экономический потенциал, давайте все туда. Конечно же, там с точки зрения безопасности или каких-то вещей, они могут там быть недосмотрены, это я, почему я с этого и начал, что иногда мы это недосматриваем, мы можем развивать там, где не надо развивать. Нам нельзя строить там, где не надо строить, смысл-то в этом, конечно, там, где мы можем создать среду безопасную для проживания, там и нужно развиваться, я здесь согласен. Я просто, что касается развития в целом, ну, вы понимаете, что сдерживающим фактором много, от отсутствия финанс до сдерживающий фактор, это сегодня структура инфраструктуры. Мы, когда делали стратегию пространственного развития, делали национальные проекты, потом вдруг поняли, что есть один национальный проект упущен, родился он, может быть, он и не национальный проект был, сейчас у правительства такая инициатива появилась, социально-экономическая, но, в принципе, мы его назвали, это создали план магистральной инфраструктуры. Мы поняли, что есть вещи, которые сегодня сдерживают развитие городов, это обходы вокруг городов, это транспортное сообщение между городами, и туда практически там несколько триллионов рублей направили, это ускорение от продвижения грузов, появился это широтный ход, там, развитие портов, доставка людей, ну, это много, это появился отдельный план. Ну, а дальше пришли уже в саму агломерацию, как нижегородскую, и посмотрели, что до 30% в любом проекте это инфраструктура, а денег ни у кого на инфраструктуру нет. Нет. И раньше, как это строилось, был котловое строительство тоже жилищное, все это закладывалось в стоимость, и брались людей. Как строить школу, больницу? Поэтому мы увидели, что начали развиваться у нас, по сути, города, фантомы в полях, там ни инфраструктуры, ничего нет. Я много по чемрату мира ездил, помню, базу одну мы строили в Атутинке, и вот я тут сколько ездил, года четыре, на моих глазах в поле, раньше там сельское хозяйство было, появился город. Не выехать, не заехать, не инфраструктура. И поэтому, конечно, вот вопрос, откуда взять деньги на инфраструктуру. Если регион будет брать коммерческий кредит, если застройщик будет брать коммерческий, что это? Это все будет вести за собой дорожание. Поэтому придумано инфраструктура на меню, как направить деньги. Сейчас 500 миллиардов направлено будет из бюджетных, бюджетные кредиты, Сергей расскажет, они первые 18 миллиардов получают на себя, первый миллиард, по-моему, даже направили, это под ноль там вообще это практический кредит. При условии, что возврат его будет через экономическую окупаемость, через налоговые поступления. Ну, это такое когда-то, поэтому бюджет с бюджетом договорится. Второе, это нигде сетей нет. Вот мы когда запускали проект очистки источных хвостов в бассейн Волга, выделили 49 миллиардов, значит, ку-ку, ни одного проекта, ни одного проекта, ни у кого нет. Мы бюджет вернули, дали деньги на проект, сейчас начинается только машина запускаться. Поэтому сейчас идет еще 500 миллиардов из фонда национального благосостояния, получит фонд реформирования ЖКХ. Который на эти все сети инженерные направит кредиты. Мы, как институт развития, у нас двоякое положение. Мы, с одной стороны, акционерная компания, и нам говорят, у вас рентабельность на воздействие ниже 14%. Вы должны прибыль 50% отдать. С другой стороны, мы институт развития. Какой бизнес человек должен развивать, если тебе сразу говорят, у тебя сразу 6 миллиардов расходов. Вот что я должен сделать, чтобы сразу 6 миллиардов отбить и еще прибыль там сгенерить. Потому что у меня на 6 миллиардов институт развития, информационные системы, аналитические вещи и прочее. Поэтому вот этот, как институт развития, мы получили задачу проинфинансировать инфраструктуру для новых и старых девелоперских микрорайонов. Под жилье, цель жилье. И смысл такой. Я, естественно, должен пойти на рынок, выпустить инфраструктурную облигацию, финансовая устойчивость моя большая. Значит, я должен разместить среди инвесторов. Это, если сегодня средняя ставка там уже 6,2 где-то ОФЗ, я хотя бы должен со 7,5 взял. Дальше правительство Нижегородской области говорит, вот здесь микрорайон новинки там или там микрорайон на 500 тысяч квадратных метров. Там нужно столько дорог, две школы, детский садик. Там условно на 15 миллиардов. Значит, застройщик будет вот такая компания. Я этой компании даю кредит по 3%. Купонный доход мне компенсирует государство в размере 6,5. А остальные все мои риски. Я отдаю по 3,5. Бизнеса практически никакого, но под гарантией субъекта Российской Федерации. На 15 лет длинные деньги. Школу он строит, регион будет выкупать, понятен возврат. А инженерные сети, это значит от девелоперского проекта они должны вернуть. Вот как работает эта машина. И сегодня в нашем заявке 26 субъектов Российской Федерации на 150 миллиардов рублей. Это где-то значит под 30-35 миллионов квадратных метров. Три новых проекта мы уже одобрили. Это новая Тула. Это прекрасный такой большой микроорайон. Сразу хочу сказать то, что мы форум с вами делали. Вот этот стандарт комплексного освоения. Все наши требования одно. Только по стандарту комплексного освоения. Должны быть современные, со стандартами сделанное жилье, пространство общественное и прочее. Дальше мы утвердили проект, поддержали это Челябинск. Роскошный тоже там проект. Сейчас у нас на заходе, значит, Тюмень. Дальше академический микрорайон в Екатеринбурге. Это те проекты. Дальше Сахалин, значит, микрорайон там будет, концессия. И гороховое поле в Магадане. Это вот с этой стороны, где вы видели здесь проект, на стенде есть маяк. На той стороне там микрорайон. И вот. И, значит, два проекта Нижегородской области, Сергей лучше расскажет, которые мы сегодня вот с инвесторами сейчас только их там обсуждали, вот два часа посмотрели. И мы пошли на все условия, мы пойдем. Если они пойдут на условия, возьмут на себя гарантии за эти. Вот. И, в принципе, таким образом мы сегодня готовы выдавать деньги. Вот сейчас мы готовы в сентябре первое размещение облигаций сделать на 10 миллиардов рублей. Мы рассчитываем до конца года на 20 миллиардов рублей физически в эти проекты. И машина пойдет, тогда мы вот рассчитываем, что до 2024 года 150 миллиардов только Дом РФ вложит инфраструктуру. Вот где-то на 20-25 миллионов квадратных метров жилья и инфраструктуру. И вот, в принципе, как эта машина работает. Я, конечно, там, может, подробно, но для Сергея я рассказываю, чтобы он быстрее просто взял. Сергей Игоревич, ну вот Виталий Ильич уже обозначил, что Нижегородской области получит 18 миллиардов рублей. Это что за проекты, которые будут вложены в инфраструктуру города? Ну, действительно, инфраструктурное меню, оно достаточно разнообразное. И это не только облигации, это инфраструктурные бюджетные кредиты, это средства ФНБ, как раз в первую очередь, которые предусмотрены, будут направляться на снятие инфраструктурных ограничений. Виталий Ильич, по большому счету, все за меня уже рассказал. Как раз он задел те объекты, те сложные территории, которые сначала начинали строиться практически в полях. И, по сути, на этой территории из шести застройщиков пять обанкротились. Почему? Потому что те инфраструктурные ограничения, которые каждый отдельно из них пытался решить сам, фактически были не под силу отдельно взятому застройщику. И очень правильно сказал слова Виталий Ильич о том, что когда нам это надо, нам надо развивать территорию. То есть, когда правительство заинтересовано развивать территорию, оно берет на себя обязательства, оно берет на себя обязательства по снятию инфраструктурных ограничений через строительство водозабора, через строительство магистральных сетей по водоснабжению и водоотведению. То, что ни один застройщик не потянет. Мы просчитывали эту территорию, если все это переложить на застройщика, стоимость получается 105 тысяч за квадратный метр. Когда мы говорим о доступном жилье, ну какие 100 тысяч? У нас сегодня доступное жилье это 65-70 тысяч. Вот потолок, который хотят люди видеть. И это для многих еще дорого, несмотря на все остальные механизмы по стимулированию спроса. Инфраструктурные кредиты для нас это один из основных механизмов. Сегодня заявка Нижегородской области составляет 104 миллиарда. Что это означает? Это означает, что мы практически, как говорит Марат Шакерзянович, всю область решили перестроить. Это и пилотные территории, где выход жилья в общем будет около 5 миллионов квадратных метров. Только те территории, которые находятся в управлении правительства, это 2,5 миллиона, которые мы сейчас обсуждаем с Италией. Мы очень надеемся на его поддержку и, конечно, готовы брать на себя обязательства. Но за счет этого мы готовы для этого. Мы готовы строить водозабор, как я уже сказал, магистральные сети. Мы готовы построить новый мост через Аку, для того, чтобы связать эти территории. Мы готовы построить внутриквартальные проезды, которые магистральные, которые не могут лечь в стоимость метра квадратного. И тогда синергия этих усилий работает в конечном счете на человека, на жителя. Что мы получим? Мы получим то, что жилье у нас будет синхронизировано не только с транспортной инженерной инфраструктурой, но и с социальной, и с благоустройством. И сегодня эти проекты – это то, что хочет видеть житель. Запросы растут, требования на комфортную, безопасную среду, очень правильно было сказано, они тоже растут. И в конечном счете, чтобы это обеспечить, конечно, регион, конечно, государство должно голосовать рублем в том числе. Для того, чтобы не появлялись обманутые граждане, хотя это сегодня уже практически невозможно, но такие прецеденты до сих пор еще появляются. Помимо этого, у нас большой проект достаточно по обновлению общественного транспорта. Это 42,5 миллиарда. В первую очередь мы сделали, рассчитали новую транспортную модель, интеллектуальную, на основе математической модели. Мы пересчитали полностью, как должен работать городской транспорт. И я уж прошу прощения, это уже становится догмой, невозможно до бесконечности строить дороги. Все-таки нужно переходить на альтернативные виды транспорта, надо развивать общественный транспорт. По примеру Петербурга, чтобы он был комфортный, чтобы он был безопасный, чтобы он был удобный для людей, чтобы они делали приоритет и выбор в пользу общественного транспорта. Ну и, конечно, не могу не сказать про проект по продолжению строительства станции метрополитен. Мы говорим не о строительстве новых веток каких-то, а мы говорим, что то, что было построено раньше, нужно логически завершить. Построена одна станция Горьковская в Нагорной части города, и этого недостаточно. Людям приходится дальше пересаживаться на трамвай, на автобус, на троллейбус, чтобы добраться до точки, замкнув до площади Сенной, построив еще две станции в центре. Мы практически весь центр обогнем и закроем таким образом за счет внеуличного транспорта. Это, конечно, снимет множество ограничений, это будет удобно как добираться из заречной части, так и наоборот в Нагорную, и из Нагорной в Заречную. И в конечном счете в районе площади Сенной сформируем крупный транспортно-пересадочный узел. Когда мы говорим о городском планировании, конечно, очень важно, чтобы вся синхронизация всех инструментов была доступна застройщикам и инвесторам. И тогда мы получаем синергетический эффект. Как раз все, о чем говорили сегодня, все, о чем обсуждали именно в таком открытом формате, что нужно для того, чтобы бизнес пришел и вложил свою копейку в экономики. Не надо забывать очень важный момент, что инфраструктурные бюджетные кредиты, что облигации – это возвратные средства. Это нужно вернуть. То есть мы должны просчитать таким образом экономику, чтобы привлечь бизнес, чтобы это было удобно людям, чтобы они голосовали дальше рублем, а мы развивали экономику, развивали таким образом город. Ну и немножко все-таки о катаклизмах, если позволите, пару слов скажу. Очень правильные были слова сказаны по поводу забюрокрачивания процесса. Вот это тоже не должно каким-то образом влиять на городское планирование. У нас до сих пор остается отметка 1% паводка на уровне 76 метров. Что это такое? Это в 1926 году, если мне память не изменяет, вода поднялась до такого уровня. И в Волге, и в Оке, но, извините, у нас тогда реки не были зарегулированы. Это во-первых. Во-вторых, это больше не повторялось. А мы продолжаем строить набережные. Мы продолжаем высокие строить территории для того, чтобы избежать этого. Хотя сегодня это невозможно, и сегодня это регулируется как раз регулированием уровня водохранилища. Поэтому на это надо обращать внимание. Очень много в центре города объектов ГОЧС. Для чего они сейчас? В период холодной войны, наверное, да, это было востребовано. Но для города, у которого есть 15 станций метро, и мы верим, что в перспективе появятся еще 4, ну, наверное, от таких объектов потихонечку нужно уже избавляться. И, наверное, это уже эхо прошлых лет, и оно сегодня не актуально. Спасибо. Спасибо, Сергей Юдорович. Я как раз хотел бы продолжить вашу тему. Вот Московский центр урбанистики МГУ, мы делали большое исследование бассейна Волги. И на самом деле, если... Сегодня много говорилось о набережных, но если говорить вообще о Волге, как о транспортной артерии, как о мегареке, то в дельте реки проживает 61 миллион человек. Наличие четырех городов-миллионников, и я понимаю, что проблемы жителей или властей Самары, Саратов, ну, то есть у всех волжан, они примерно такие же, как проблемы, которые стоят перед нижегородскими властями. И ведь это огромный нераскрытый потенциал, это 15 субъектов Российской Федерации, это огромная мегарека, это формально один гигантский мегарегион, ну, давайте называть его, волжанин. Это... Есть ли понимание, Виталий, что... И, Григорий Исаакович, мне ваше мнение тоже очень важно, как фундаментально образованного человека в области урбанистики. Есть ли понимание, что реки и река – это мощный ресурс для создания мегарегионов, отталкивающихся от воды? Получается ли сейчас внедрять, или получится, или что для этого надо сделать? Комплексные программы, которые будут учитывать потенциал таких рек. И как выстраивать работу с развитием водных ресурсов в этом случае? И как государство должно планировать поддержку регионов в комплексной работе с водными ресурсами? Я понимаю, что если в Нижегородске у вас активная, деятельная, с сильными лоббистскими возможностями команда губернатора, то в других регионах просто даже от их размера нету такой сильной команды, такое количество профессионалов. Какой опыт мировой, кажется, перспективный по работе с водными ресурсами, именно рассматривать реку как одну большую водную артерию страны? Потому что это реально почти 25% населения живет в дельте реки Волги. И у них примерно одни и те же проблемы, связанные с рекой. Потому что река не контролируется, на самом деле, ни законами, ни правилами, а контролируется только отношением человека к ней и природными катаклизмами, природными влияниями и многим-многим другим. Сергей Александрович, во-первых, мне кажется, постановка вопроса у вас достаточно новая. То есть она, может, и очень старая, но вот на сегодняшний день она в рамках сегодняшних исследований достаточно новая, в том смысле, что такой интерес и активное воздействие на такие большие водные структуры, ну просто на водный каркас, это эпоха индустриальная. Ну и, собственно, последние вещи, которые мы знаем, там они уже связаны с экологией, это как реконструкция, ну скажем, там Гудзона и системы каналов, вот канал Эра, там Темзы, Рейна, да, когда вот очищались просто все эти структуры. И это все 80-е и 90-е годы. И, в общем-то, это, ну или там, скажем, дамба у Венеции, да, когда мы целиком делаем. В России эти программы были, но они так не очень, конечно, отозвались. Ну типа Поворота рек, все многие помнят, такой проект у нас был. Ну или дамба Петербурга, проект, наоборот, успешный, но тем не менее, ну сравнительно успешный. И там один из последних успешных советских проектов. Понимаете, вот это объединение реки в регион, как вы говорите, тут вопрос в том, а что, собственно, объединяет, ну, почему река объединяет всех регионов. Просто ответ индустриальной эпохи – это единство транспорта и единство производства. И, ну, в том числе, конечно, производство энергии, да, то есть вот гидроэнергии. Вот, и тут все понятно, да, все, так сказать, естественная история, садись, планируй. Значит, когда мы говорим о сегодняшней эпохе, а что вот Тверская область там с Ивановской, они что, объединены по Волге? Нет, ну, там просто количество грузов, которые через это течет, да, оно ничтожно по сравнению с железными дорогами. Там, как бы, количество, ну, чем они обмениваются через реку? Да ничем, то единство проблем, о которых вы говорите, да, по Волге, связано с тем, что это абсолютно одинаковые города в смысле развития. То есть они все развивались как промышленные города. И имеют одинаковые проблемы, и поэтому логично решать эти проблемы этих городов. Да, река была промышленным активом, везде промышленность загнулась, везде у нас кошмарные набережные, свалки на береге. Я к этому и веду, и что-то теперь надо системно с этими городами делать. Да, ну, вот, наверное, с этим можно как-то, ну, тем не менее, проблема тогда будет решаться именно в городах, потому что это другая проблематика реки. Это река, как туризм, это река, как, ну, рекреационное пространство, это река, как территория, на которой может быть девелопмент жилья, и это очень выигрышный девелопмент. Ну, и тут вот то, что вы говорили о пересмотре норм использования, которые там действительно довольно архаические. Это экологическая проблематика. То есть вот эти вещи, которые в городах существуют, ну, тоже в зависимости, какие, вот, 4 миллионника это одно, а город Кимры это как-то совсем другое, и там совсем беда, но это, ну, другая проблематика, да, это как-то, ну, малые города по Волге есть отдельная тема. Я вообще-то знаю только одну страну, в которой два этих подхода, может, просто в силу своего недостаточного знания, сближены, когда вот было общее менеджмент водного ресурса и потом городское развитие на основе реки. Ну, это Сингапур, где они в 90-е годы очистили всю территорию порта, бухту и речку, которая, ну, как Сингапурка, Сингапур, вот, которая так и называется, которая из Малайзии к ним течет. А в 2000-е годы они начали на основе этого, всю программу благоустройства и общую, ну, общую систему водных ресурсов в самом городе, да, когда они там каналы сделали. Ну, вообще, это потрясающая программа, очень красивая, англичане делали. Но тоже это 200 идеально разные программы, то есть сначала они взяли и очистили водный ресурс, потом они занялись городским пространством. Потому что у них разная проблематика. Еще раз, там транспорт и промышленность, энергия, а здесь экология, девелопмент, туризм. Ну, просто разные темы. Но, с другой стороны, мне кажется, в вашей постановке вопроса есть, вообще-то это здорово. То есть, может, нам сейчас бы и стоило взять, да и обратно посмотреть на реки целиком, ну, и посмотреть на всю эту проблематику целиком. Не только Волга так живет, а что и Енисей, Лена, там, ну, вообще, великие реки России, да, они что, по-другому? Да все они так, да. Это, в общем, стандартная проблематика русского берега, промышленного города, который вот уже больше не промышленный, а какой-то другой. Вот. Ну, собственно, что мог, чтоб вспомнил, сказал. Миталья Леонидович, добавите что-то. Ну, на самом деле, у нас приблизительно что-то между Сингапуром и подход такой к Волге и есть. Есть федеральная вещь, связанная с экономическим потенциалом реки, да, как транспортная трель, и вообще Волга, Донского всего, бассейна этого, и даже там возможность, мы все время говорим, Москва, там, город Пяти морей. Вот и есть такая вещь, и правительство в стратегии пространства, инфраструктурной стратегии, это есть. Это есть межрегиональные энергетические возможности, переброска, споры между регионами, когда там есть вопросы по бассейну. Это федеральная вещь, которая идет, и это сегодня там, в той или иной степени, мы ее потеряли, я с вами соглашусь, какой-то период там. Сейчас это очень серьезно там наращивается. Вы видите, что магистральные вещи, вот сейчас правительство 42 таких социально-экономических инициативы, там одна такая есть тоже инициатива, и это надо видеть. Речь, конечно, идет ускорение, там, движение грузов, второй ход, там, БАМ, Волски, это такая национальная большая экономическая задача. А есть то, что вы сказали о ДВР, такая программа принята, и мы о ней долго дискутировали, и, в общем-то, я немножко за нее поотвечал вначале. Это смысл, как раз я об этом краем сказал, это очистка вообще сброса сточных вод в реку Бассейн-Волга. И когда мы начали ее делать, за Волгой потянуло все. Московская область больше всех денег попросила на эту программу. Я говорю, подожди, почему? А у нас через каналы все попадает в Волгу. И там мы сказали, давайте возьмем все, что в русле реки Волги, все притоки, и выделены большие деньги. На то, чтобы мы сегодня этим позанимались. Но мы занимаемся стоками, вы говорили о катаклизмах, тепле, появляются новые угрозы, водоросли, очистка, экология и прочее. Поэтому, в принципе, эта повестка, Сергей Александрович, есть. Это понимается как источник экономики, перемещения грузов. Это понимается и с точки зрения экологии. Это понимается и с точки зрения развития городов, которые живут. Но возьмите, только здесь нужно, конечно, собирать. Знаете, я вот в свое время помню, в 2009 году принято было решение создать программу внутреннего уездного туризма. У меня тогда, я был министром спорта, туризма и молодежной политики. Года полтора за этим ходили. В таком форуме пару человек попросили, чтобы задали они представителю правительства, владеющий вопрос. Он говорит, да мне уже свой надоело, вы спрашиваете. Наверное, настала пора, давайте. И мы тогда начали смотреть, что такое внутренний визной туризм в субъектах российской войны. Ни у кого не было нигде в своих программах развития даже строчки на эту тему. Просто не было. Мы выделили первые деньги. Нет заявок. Создали институт, начали писать. И вот к Волге возвращает Плес. Я приехал первый раз в Плес. Там вся канализация, она шла в Волгу. Мы выделили деньги, канализовали. Пришел инвестор, сделал первую линию. Постраивал эти дома, помните, там эти, там все. Дальше мы поставили туда, попросили лукойл, поставил заправку. И пошел, пошел процесс. Заправку в воду вы имеете, потому что это стал так. Ну и еду поставили для того, чтобы яхтен был. Дальше открыли возможность входить в русло реки. Если визу открыли, яхта любого иностранного государства может заходить и идти по Волге. То есть многие такие вещи, которые сегодня можно делать. Просто мы сейчас заскучает народ, мы в каких-то глобальных проблемах. Я просто говорю о наших простых земных вещах. Пришел губернатор, говорит, а я вот сделал там горнолыжный. Возьмите горнолыжный. Тысяча сто курортов мы построили. Маленькую поддержку дали, полетело. Везде. Куда ни приедешь, везде к своих горной лыжи. Да, в Татарстане есть. Он говорит, Сергей Александрович, что слабые на Волге. Попробуйте. Татарстан на Волге слабый. Самара на Волге слабый. Я слабых не вижу. Чувашия тысячелетия делали. Там Мордовию они тоже там считают. То есть в принципе все регионы надо просто этим заниматься. Надо вот то, что Сергей говорит, двигаться. А нам с вами архитектором, урбанистом двигаться. Вот сегодня там премьер сказал, что увеличивают сейчас. Еще увеличат деньги на наши малые города, исторические поселения. Мы с вами начинали с пяти миллиардов. С пяти. А сейчас поехали и поехали. Поэтому я еще раз скажу, что двигаться надо. Последний вопрос. Я еще раз скажу, что вот сегодня Михаилович выступал, он правильные вещи сказал. Есть национальные проекты, цели. Они есть. И еще правительство для того, чтобы ускориться, разработало 42 инициативы в области социально-экономического развития. Которую дополнить. Они все покрывают. Вот то, что сейчас мы говорим, практически все. Да, у нас коронавирус, как сделать так, чтобы этот щит опустить. Инициатива будет. Будут строиться там лаборатории, опережающие вещи там. Есть и экологический. Вот он говорил сегодня, уборка. Вот мы смотрели здесь маяк. Сколько судов похоронено. Я сейчас приземлялся в аэропорту. Еще прилетал начальник мира. Все время губернатору говорил. Глеб, когда вы уберете эти самолеты? Стоят там на взлетном поле слева. Там эти старые и прочее. Куда они придут? А их утилизировать собственнику дороже, чем там. И вот эти все вопросы там. Конечно, нужно двигаться. Все эти вопросы сейчас решаются. Я вот цифру назвали же. Вот Сергей даже говорит. Там 500 миллиардов, знаете, скелетную инфраструктуру. Давайте их освоим. Если мы их качественно освоим с нашими инициативами, которые вы даете. Я абсолютно вам уверен, регионы почувствовали. Почувствовал же, 10 миллиардов рублей всего мы дали из федерального бюджета им. 10. Я-то помню, я в один кабинет. Мне говорят, это самый русский город, надо 10 миллиардов сверху всех программ. А мне говорят, пусть все федеральные программы развития, каждый чуть по Новгороду даст, и тогда будет. Нет, отдельно деньги сверху. И вот отдельно деньги сверху 10 миллиардов. Кремль, значит, Швейцария и Провия. А надо было дать 100. И мы бы вообще больше почувствовали. Поэтому будем работать. Спасибо, Витальевич. Вот мы в этом же зале позавчера смотрели вашу встречу с президентом, ваш доклад к президенту. И вы там сказали, что важно не только считать, сколько квадратных метров жилья построено, а важно считать, в какой среде и какую среду создает это. Я как понимаю, что Дом РФ разработал стандарт о комплексном развитии территории, цель которой запрограммировать пространство не только с учетом жилья, но и необходимой социальной, коммерческой, что важно, городской инфраструктурой и поддержкой малого и среднего бизнеса. Потому что это же тактильное ощущение города создает те люди, которые там работают, которые пекут хлеб, работают в банке, наливают вам кофе, занимаются с нашими детьми и многое-многое другое. Можете поподробнее немного рассказать, что это за стандарт и как он будет развиваться на тех территориях, которыми занимается корпорация развития? Стандарт, конечно, мы делали с партнером Стрелка, мы взяли весь мировой опыт, ученые, десятки ученых работали. Требования к всему, к дому, к территории, к парковкам, к расстоянию между домов, ко всему, понимаете, к наличию социальной инфраструктуры. Это несколько там, шесть томов, которые сегодня позволяют, и надо ее внедрять теперь. Вот то, что мы делаем, если мы финансируем какой-то комплексный проект, мы при условии, что это на базе нашего стандарта будет делаться. Если это будет делаться, конечно, там и этажность. Я президенту о чем говорил, вот понимаете, как вещь. Вот смотрите, сейчас у нас есть информационная система жилищного строительства, 99 миллионов квадратных метров стройки. Зайдите, там все, каждый застройщик, разрыл, все, вы видите. Я рассказывал президенту, что квартирография сегодняшней стройки, 53% однокомнатные квартиры, а структура демографической страны, 73% семей имеют двоих и более детей. Значит, приходит, для кого мы строим? А я помню времена, да, государство отстроило. Я был мэром района, у меня заведующая делом учета, каждый понедельник заседание с полкома, она ставится на учет 23 семьи. Значит, родился ребенок, 5,5 метра квадратных на человека, ее ставят на улучшение жилищных условий. Район один, район другой, Петербург, тогда Ленинград складывался, ему надо строить миллион квадратных метров. Квартирография заказывалась под семьи. Да, это бесплатное жилье. Но мы-то что сегодня? Денег нет, не могут мы в однокомнатной квартире, в эти студии люди все. Дальше что мы строим? Вот я сейчас с застройщиками обсуждал. По нашему стандарту, квартиры должны сдаваться с отделкой. Минимальная отделка, минимальная мебель, человек должен заехать и сразу жить. Я на Балаклавке открывал последний дом СУ-155, они огромное спасибо вам. Я зашел, мне стыдно, стяжек нет, провод заброшен туда и все. Она будет два года, потом ремонт там делать еще. А кто-то вперед сделает, стучать, долбать будут и прочее, прочее. В этом-то вопрос. Вот есть стандарты по этажности. Как наши города, эксперты знают, посмотрите на любой наш город. И все города мировые развиваются от центра высота вниз для проживания. У нас наоборот. В Московскую область выезжаешь, а от центра там небоскребы. Я, конечно, вот Владимир Владимирович, когда мы говорили, он здесь 800-летие, я говорю, скажет, если вы не будете про среду говорить, ну кто, надо про среду говорить. Я еще говорил, чтобы каждая мама из своего окна не в бинокль видела, как ее ребенок во дворе гуляет. Страшно порой в эти дома заходить. Но есть, конечно, может быть, любители в облаках жить там. Сити там некоторые. Поэтому, конечно, наш стандарт универсален, и он распадаться должен на эти различные требования, стандарты, рекомендательные вещи. Мы будем на этом, ну как бы пытаться это все внедрять, поощрять. Сейчас повестка зеленая очень серьезная, экологичность большая. Мы сейчас будем какие-то зеленые кредиты придумывать, чтобы люди там, которые строят современные экологичные дома, нужно в этом плане двигаться. И, естественно, конечно, тогда будет. Вот мы провели опрос, я президенту тоже докладывал, говорю, знаете, по нашим опросам, значит, 73% семей хотели бы в своих домах жить. Сколько сейчас живет? Я говорю, вот из 48 миллионов 18 живет. А почему? Нет стандартного продукта, никто не может, ни кредит взять на идеальный дом, ничего, невозможно это сделать. Мы взяли из-за своей прибыли, я попросил, потому что меня все критикуют, почему не кредитуйте ЕЖС? Ну мы 400 миллионов из прибыли отдали, и мы сами субсидируем, 6,1% поставку поставили, 2,5 миллиарда улетело, как пирожки, люди взяли, значит, на юдальные дома. Это типовые проекты или это люди свои? Это мы все взяли. Сейчас мы сделали конкурс, объявляем типовые проекты, выберем их, и человек стандартизируем. Человек будет, не надо 100%, ну хотя бы будет стоимость эта залоговая посчитать. То есть в принципе это делать, строить. Но слушайте, бизнес есть бизнес. Вы понимаете, люди же, вот мы сегодня с ДВЛ, они же экономику считают. Но он говорит, а все что, они продаются? Поэтому, конечно, об этом мы говорили, и я очень рад, что многие вещи там, ну они понятны сегодня. Председатель сегодня говорил, нужна среда, надо слушать людей, надо создавать. Я абсолютно согласен. Безопасность, первое, что я той же Швейцарии спросил, а как вам здесь, вот в этом уголке? Мне бы, может быть, было, нет, здесь столько-то камер, это безопасно, минута, столько-то человек там будет, если что, безопасность. Это ключевой вопрос. Мы должны себя чувствовать везде комфортно и безопасно. И вот эти там умные города, управляемые. И я абсолютно согласен, но вам и нам всем нужно делать. А много ездишь, приезжаешь, там у МЧС своя система управления, придешь в полицию, у него своя, у каждого пункт управления там города. И надо, чтобы это все было одно. И умное управление транспортом, и движение, и безопасность, и все. Это то, что мы хотим перейти на информационные системы. В Швейцарии с государством гражданин не сталкивается. Он там подал заявку, если в неделю там ему не ответили, значит она удовлетворена. А если какой-то вопрос, ему позвонят, понимаете? И не надо за этой справкой ходить. Сейчас в этом направлении очень серьезное еще движение идет. Мы, как институт развития, у нас сегодня мы уже практически 2,5 триллиона у нас работает сейчас на городскую среду, на экономику. 2,5 триллиона мы смогли сейчас инвестировать, это при активах 1,5 триллиона. Мы, конечно, там практически стараемся, в общем-то, инвестировать в эту среду. И, конечно, будем делать все, чтобы это росло. Чтобы вы тоже понимали в цифрах, что мы только по строительству жилья, сегодня, значит, на 25 миллионов квадратных метров мы финансируем сейчас строительство жилья. На 1,5 триллиона рублей подписаны эти кредиты. И все эти 25 миллионов условия одно строились бы по стандарту комплексного освоения территории. Мы только при этих условиях выдаем кредит. Это отличная новость, коллеги. У нас очень интересная дискуссия, но организаторы нас торопят, потому что у нас не заключительная сессия. После нас как раз будет интересная сессия о частных инвестициях в общественные пространства, как они работают, что мотивирует частных инвесторов создавать общественные пространства. И я благодарен Дому УРФ, я благодарен Нижегородской области за, мне кажется, в этом году максималистический уровень проведения этой организации, этого мероприятия. Спасибо вам. И мы продолжаем. То есть вы продолжаете, а эта сессия заканчивается. Спасибо. 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 Редактор субтитров А.Семкин